Потому что они забыли, забыли создать карту с абсерверами. Ничего, ГЛХФ? Вот, забыли они создать карту с абсерверами, и поэтому платили за это жестоко тем, что комментатор оказался зерком. Ну что, 7X Fener у нас красный, как и положено на члены команды 7X. Зерк находится на 4 часах, даже я бы сказал на 5 часах. Да, на 5 часах он находится, вот, и желтый, даже скорее оранжевый протез под ником MIGSUBSUB, находится на 11, хоть на 11, господи, находится он на часе, на часе даже немножечко, чуть ближе к 2 часам, ну ладно, будем говорить, что он на часе, а Fener у нас находится на 5 часах. Вот, и поскольку у Fener уже вечера, а у супера еще только день, вот, мы будем болеть за уставшего, пришедшего после работы Fener. Вот, направляется оверлорд туда, назад в прошлое, на час, вот, и где он обнаружит вот этого интересного здания по названию пилон на натурале. И, соответственно, как следствие из этого там будет Nexus. Фена у нас идет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятый пул, опа, да, это у нас, походу, и будет девятый пул со скоростью или без, сейчас посмотрим. Это был заказный оверлорд, наверное. Значит, конечно, со скоростью девятый пул, вот, и попытка пробегания собачками на мейн. Ну, собственно, то, что мы с вами видели, уже две партии креатов. Вот, здесь у нас приезжает пробочка, пробочка приезжала, приехала достаточно быстро, обнаружила своего оппонента. Очень-очень удачно видит все, что здесь происходит, видит то, что здесь есть пол, видит то, что здесь есть газ, то, что добывается сейчас. То, что сколько здесь рабочих и какой это все-таки был пол, значит, соответственно, можно подумать, что в зерк будет пробегать с собачками на мейн. Не знаю, посмотрим, получится ли у Фенера такой же финн, как и у Гогна. Вот, предыдущие партии очень-очень замечательные, очень-очень эффективные. Вот. Да, заказывается сейчас шесть собак. Не могу сказать, заказывала скорость или нет, потому что это абсолютно никак не видно ни по пулу, ни по ресурсам, которых не видно, кстати говоря, тоже. Вот. Вот, заказывается здесь две фотоночки, целых две фотоночки, мимо, по-моему, двух фотонок у нас пробегает из шести, либо из шести собак у нас, по-моему, пробегает. Вот. И, по-моему, у нас только три, три собаки всего на все пробегают, а у нас неплохо, так Фенера была попытка окружить. Если есть вот эту пробку, нет, не будет она окружена. А если едем, например, достать еще дополненную собачку или оставлять одну собаку, да, достать у нас собачки, убрались уже рабы с газом. Соответственно, была заказана скорость, и будет попытка, видимо, ускоренными лингами пробежать мимо, пробегать мимо фотонок. Вот. А пробка здесь в полной готовности уже поставить Nexus. Да, вот, он зажигается, что-то интересное тание, с таким же дальнейшим звуком, скрежащим звуком, скрежущим. Очень противно, противно, противно звуком протасовского Nexus, противным для зеркарского уха. Да, зеркарь тоже спокойно себя тихо-мерно ставит в речи и без всяких лишних угоев. Достраиваться рабочий, нужно отстраивать феновую экономику, потому что есть мнение, что не повезет ему, не повезет ему с вот этим пробеганием, потому что уже запалил все это дело протас, готов он к этому делу, готов он к этому пробеганию уже достаточно основательно, ну или не очень основательно. Крайне мере, мне кажется, собачки здесь могут поскочить, ну, по-другому, 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 что... Потому что, вроде, так, с виду проход есть, но на самом деле, не знаю. Да, и, как я уже предсказал, пробегает три собаки, но... О-о-о-о-о-о-о-ой, отдается горло, а-та-та-та-та... Зря, зря он был постнул в атаку, видимо решил тряхнуть своей молодостью, когда он был еще маленькой-маленькой личинкой, вот, и мечтал стать собачкой, поскольку он мечтал стать собачкой, он очень хотел там побежать в такую же суицидальную атаку, как и те собачки, которые сейчас побежали, и решил... Да, подъеду все потом, побегу я тоже, но, к сожалению, не успел, убила его вот эта злая фотонка. Не пишется, сколько у фотонки кинзов, отличие от СП-2. Вот, но... Тем не менее, как минимум, два фрага на отделу. Один из которых стал вот этот несчастный толстый верлот в вашу детство. Вот. Закладывается третья хэчерис, строится дополнительный верлот, строится у нас рабочая. Ну, я не знаю, конечно, зерк молодец, потому что нахарасил этим делом как-то. Вот, отвлекся по нету, там, по-моему, убил даже пару рабочих. И, ну, посмотрите, если там есть у какого-нибудь собачка. Ай, иди сюда. Не, нет, по-моему, ни у кого собачки льд сов даже. Вот, ливана уже отдалась. По-моему, ни одной пробки даже не убил сейчас федор. В темне, как почему, короче, убил. Ну, ладно, будем считать, что, так уж и кажется, вот одну пробку он сейчас убил, потому что действительно так, у вас есть свидетели. Вот, как минимум, съел пол-хп у Тибернетка и заставил тоже поставить фотоночку себе в раба. Вот, здесь, тем не менее... Ну, тем не менее, по-моему, зерк все-таки эта атака не сильно окупилась. Вот, будет, видимо, он рассчитывать на то, чтобы окупить ее уже в перспективе, играя... Через более халявное развитие, то есть через большее количество дронов, чем он был, по-весу бы. Он так не отвлекал Тоса. Но, по-моему, по-моему, это все-таки не очень хороший вариант. Ну, это все мое АМХО, я, наверное, не понимаю ничего, поэтому вы меня особо не судите. Так, здесь у нас делается Цитадель, здесь у нас делается Старпорт, и должен Федор сейчас вот эта собачка, которая сныкалась-сныкалась-таки на мази, я не забыл про нее, Протас, увидеть все его коварные планы. Ну, вот здесь поехала пробка. Здесь делается осанка, мимо осанки пробка не проскочет. Значит, делается вторая осанка. Вот, и Тос, и Зерк, сающий, делает Спайр. Видимо, видимо, это нынешний стадарт Будвара. Ну, по крайней мере, то, что... По крайней мере, я это вижу уже, по-моему, во всех партиях, с участием Зерк, которые я сегодня видел, а видел я, что тут уже три. Да, забыл абсолютно про эту собачку, которая сейчас вот выскочила у себя из конуры. Увидел Цитадельку. Вот, и поняла то, что там, скорее всего, будет все те же, как когда-то. Все, нету больше, кажется, для Тенова. Вот, придется ему слепую ставить гидралью СД. Не, не будет он ставить пока гидралью СД, он поставил Спайр, закажет немножечко скружение муталов, и будет отгоняя вот этих вот надоедливых, я бы сказал, насекомых, нет, на самом деле, надоедливых леталок. Вот, выходите себе спокойно в рабочую третяночку, с другой стороны, в третяночку скружение выходить пока. Но оно радовато из-за того, что слишком-слишком мало, слишком мало работы, потому что там они в натурале. Вот, у Тоса их, опять же, много-много-много больше. Вот, добавляется еще к игре, они заказаны, заказаны, наверное, ой-ёй-ёй, придется заказать дополнительную верну. Заказались вот скружи, и заказаны, наверное, муталисты. Муталисты есть, у муталистов нет, только скружи. Да, вылупляется сейчас 6 муталистов, 5 муталистов и фенера. 6-7 муталистов, 7 муталистов и фенера вылупляется. Вот, и летят они с тройными рядами на базу Тоса. Можно здесь очень хорошо накалить рабочих на натурале. Вот. Мы засечем пилон. Раз. Мы нужно вот здесь не засклить, два, три. Нет, 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 нет. Не могу его, да, хочу, чтобы он поведется отдать на халяву раз, и отстоком от него можно спокойно подвести рабочих, хоть подвести кроссеры, и в отечестве увеличивая рейндж-муталов в некоторое количество раз. Вот, можно здесь даже, по-моему, залететь на мейн, но на мейне уже дело будет что-то сложное, можно побить гейтвейн. Развешено, посмотрите, как. Развешен оверлорд, расставлен собачки. Вот, не боится абсолютно вот этот овера никакого корсара. Я говорю, против пиратов, пиратов не боюсь. Вот, если надо, зашивусь. Вот, достраиваю нынгзерк сейчас активно-активно рабочую. Делается гидраль из терна, и будет, видимо, переключение у гидраль из ков. Потому что через масс-муталов здесь, походу, не играют. Вот, пробка у нас катается, катается, проиграет ныщки. Не занял ли зерк Нарво еще вот какую-нибудь вот эту вот нычку третью. Вот, а он ее занял. Вот, и побежал-побежал в ниндзя. Делал в ниндзя разведку. Вот, делается здесь архон, делается еще два, три, два гидраль и роботекс. Третий гидраль и роботекс. Вот, и они, где нам? Итого у нас... Да, вот, в ниндзя пошел. Вот, зеркал, одесса. Одесса, дай себе стоит рабочую, все. Вот, летает вот по полному таллискому. Моталлиск, кстати, у него все синие даже. Не то, что красные, но уже синие. Что он намекает, когда на то, что пора бы их из эксплуатации выводить куда-нибудь другая не осталась. Надеюсь, кстати, не нашел нычку, но ничего, он не подвес, не знаю, что нарезка спокойно. Отгоняет, ну, убей, убей. Да, молодец. Будешь просить, что я только предвзято комментатора. Вот. И здесь осталось только добить вот эту пробочку. Нет, не добьется. Оверлорд здесь лисит примаркой, в надежде на то, что помнит ТОС о том, что здесь был, может быть, Овер и послал сюда Корсар, на котором снилось кружей, но нет. Будет это, наверное, еще не скоро. Здесь у нас делается грейд на дальность. Я не знаю, либо это грейд на Эльтрагона, либо это плюс один на Корсар. Вот, кстати, то, что я говорил. Ну, сконтролил, сконтролил в свою очередь. У нас суд очень-очень неплохо. Вот, заметил он то, что там погнался за его Корсаром какой-то странный. Летающий мух. Вот. И поэтому давай от него удирать. Удрал, заманил на Фатонку, довольный и висит дальше. Вот. Что у нас здесь? Здесь у нас идет небольшой выход Протоса. Пара драгонов и на количество зелотов Психоахонт. Вот. И... 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 И все. Это идет к ТОСу. Вот ТОСу, ну что есть? У него есть несколько муталейсков. И вот завернуты вот такие вдалеке от Патча яйца. Это значит, что это люркеры. Вот. Это у нас, дорогие друзья, люркеры. При том, что от сервера там у ТОСов нету. У ТОСа нету. Поэтому он идет просто на третью нычку, где нету люркеров. Не знает, на самом деле, о том, что там нету люркеров. Но он туда все равно идет. Потому что там, скорее всего, есть два команды. Вот. Да. И любые люди будут сейчас люркеры. Будут они пытаться вот это все вмешать. Вмешать их, может, убить за халяву. Да. И вполне себе... И вполне со своей задачей справляются. Обгоняют они просто ТОСу забывшего от сервера дома. Вот. И тем самым, вообще, она удерживает вот эту вот нычку с одним рабочим, одним гидролистом Санкенко и крепковым рабом. Крепковым, точнее. Вот. Тут, конечно, мог бы просто взять нагло войти зергу в лоб. Что, мол, ты такой вел войско, ну давай я тебе тогда в лоб пойду. Нет. Все-таки, что он подкопится, дождаться опса. То есть, у тебя есть ли у него вообще обсерватория, если мать икс? Мать икс у него есть. Обсерватория, да, и обсерватория есть тоже. Вот. Значит, где-то, где-то здесь должен быть и опс. Которого пока не видно. Вот. А, нет. Он совершает, что нафиг не опс, я лучше в лоб вот пойду. Не знаю, где-то о том, что здесь еще есть. Тут же еще и с задней походы в этой лечке. Внутри я оставил на большую нафиг одного лёта, чтобы платился поломленной хатчкой. А после этого платил всего-навсего одним зилом, по-моему, миром. Только один новый зил там потерял, сломав вот эту вот достаточно важную феновскую лечку. Надо ему вот здесь спокойно хатчик занимать, просто занимать здесь, восстанавливать здесь. Ну и делал так, чтобы вообще все было у него замечательно. Вот. Идет, например, здесь войско-зерва. Закапывают до бюрки. Оно просто тяжело в отдельном состоянии. Здесь есть уже от сервера. Ее не делают. И вообще тут уже там свободно. Поэтому я туда не занимался, но доказал ничего. По-моему, даже никого тут не потерял в этом столе, в этой стычке. И что не есть гуд. Лезер, естественно. Отгоняется где-то новый лаверлорд. Недалеко. Вот. И пока-пока-пока. Нету, кстати сказать, хайва. Обратите внимание на то, что у ферна пока еще нету хайва. То есть, в отличие от Горден, который играл через ранний адреналин с собаками, он ферн придержит, что нет прийной стратегии. Это просто комбатазы. Типа он не может сделать последнюю адреналинку. А то, что у него не получается у него это делать, то отлично стоит сорной макалов. Именно из-за мука. Делается здесь... Делается здесь от защиты собачьи. Тролистов. Так же сказать... А, гидра у гидра убила абса-таки. Молодцы. Вот. Убили от сервера. Вот. Или как минимум отогнали просто. Не давая протасу подцветить лёркера. В паузу у нас просит ферна. Что-то у него случилось. Вот. Он заставил его взять небольшой тайм-аут. Ага. Гол. Ну, все. Видимо, отлично. Видимо, проблемы были не настолько серьезные, что бы отлично стрелять из них задержки. Ну да. Есть у нас тут небольшая битва. Вот. Ловится просто сейчас у Петра. Сломал ему на третью ручку. Вот. Или сейчас. Да, эти ручки как-то лёгкости располагаются, но боюсь, что слишком много битва, который может быть с носом. Сообщен о ручке. О да. Убиваться здесь, в общем-то, Федру нечем. Кстати, я решил, что он не ловится на лоб, не убивать, собственно, что его понятно. А решил добить его тени, что у которого должно быть, но по которой у нас, конечно, отлично рисковать жизнь, и у него нет сервера. Угу. Таких сюда не виделись, к сожалению, сколько митвы, сколько линита. Вот. У игроков не видно, сколько ресурсов. Нету очень много времени, угодно, от сервисных инструментов, как ФСК-2, поэтому пришлось, что это не было нахрентировать и задать. Вот. Но, в принципе, это будет делало скил авторитетатора. Ну, чёс, покажутся, как это будет? Варь. Варь! 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 Ну, проиграна она была ещё, пожалуй, в тот момент, когда поздоровитель его мутырьки нычку, ну, пойдя по каким путём. Вот. И... После того, как в центре очень выдачный игрок, обалденно. Он отдал фьюр, а тот, кто сделал на этом самим ключом, еще осталось, что у меня остальные противники сносит своего оппонента в трампе. Но ничего без вверху осталось, что я не могла сделать, но не так, что он приблизи и манер на вывесе. Ну, я оставил его и тену свою вот эту игру. Вот, мне нравится, я не покажу, что было положение альпута. Да, действительно, тену. Вот, альпута кукуется из игры, альпута кукуется из игры. И мы тоже. Всё.